Приветствую вас. Проблема мне, как кажется, ваша в том, что вы не готовы, не можете подчиняться. То есть вот подчинение для вас, по себе, это прям что-то вообще ужасное, негативное и так далее. С чем это связано, ну, сложно сказать, у вас это было не всегда, началось только год назад, может быть, произошли какие-то события, которые наложились на ваши уже имеющиеся конфликты, внутри вас конфликты, которые были, вот, либо, может быть, вы всегда не любили подчиняться, всегда было тяжело, но вот что-то всё-таки вас продолжало стимулироваться, делать то, что вы сделали, то, что вы делали, вот, а сейчас это достигло своего апогея, скажем так. Но мне видится история так, что вы просто не можете подчиняться. То есть просто вот для вас это очень болезненно. И, как бы, дело, которое вы хотите, вот, ну, новое дело, которым вы хотите заниматься, да, это, по сути, просто такая вот, как бы, альтернатива, что ли, вот этому подчинению, которое вас категорически не устраивает. Надо только сказать, что своё дело, оно куда более сложное, чем, к примеру, ну, к примеру, работа на ГАОТа. И для того, чтобы заниматься именно своим делом, нужно куда больше ресурсов, куда больше энергии, куда больше сил, вот. Если вы, к примеру, не чувствуете себя добра на ваша, если у вас нет способностей для, ну, то есть, вот, да, навыков к этому. Именно в разъёмных навыков, прямо это, сейчас, обучить, вести своё дело, может, кто угодно, да, обучаться вести своё дело можно где угодно, а вот заниматься своим делом могут всё-таки далеко не каждый, далеко не каждый человек, вот. Поэтому мне видится история здесь именно такая, что ваше дело, которым вы хотите заниматься, это не дело вовсе, а это просто, знаете, вот, такая вынужденная альтернатива, того, что, вот, ну, что, подчиняться вы не хотите, да, вот, работать надо. Ну, и вот, собственно, как, как бы нашли выход из ситуации для себя. Окей, конечно, конечно, это не выход. Ну, я ждёт. Почему людям тяжело подчиняться? Ну, во-первых, это амбиции, во-вторых, это характер, принципы, в-третьих, это страх, и, в-четвёртых, что мне кажется важнее всего, это неумение распределять, как бы, ресурсы. То есть, вот, у меня есть ресурс, к примеру, да, то есть, есть что-то, что у меня получается хорошо, к примеру, у меня хорошо получается вести, ну, к примеру, вебинары, да, допустим. Это, конечно же, не так, но, для примера подойдёт. А вот хорошо получается вести организационную работу, да? То есть, вы можете, допустим, договориться с людьми по поводу совместной какой-то вот деятельности, допустим. Вот, вы можете договориться с людьми по этому поводу. И у нас с вами всё получится. Вот. То есть, если я нахожусь на своём месте, если я делаю то, что мне нравится, то, что я хочу, да, например, моя работа в психолог, ну, она, по сути, в большинстве своём предполагает, что кто-то будет, ну, как бы, начальником моим, да, вот, кто-то, хоть я, вот, на данный момент, да, формально работаю на себя, но, тем не менее, ну. И, меня это не парит абсолютно, потому что я не хочу быть начальником. Я не хочу никем командовать, к примеру, к примеру, я не хочу никем командовать. Но, вместе с этим, вместе с этим, я отдаю себе отсчёт в том, что было бы весьма не плохо, если бы у меня был руководитель, который, к примеру, ну, сам, скажем, набрал на себя какую-то вот, какую-то функцию работу, какую-то часть работы, да. Он, к примеру, там, организовывал бы рекламу, допустим, да, там, приводил клиенты, так далее, то есть, это всё, вот, то, чем заниматься, я не хочу. Вот, мне это неинтересно, мне это не надо, вот. Я этим не хочу, не умею заниматься, вот. То есть, я хотел бы, чтобы был такой начальник, я бы хотел. Потому что я чётко понимаю, что я могу, а что нет. Я чётко понимаю, что, как бы, ну, что у меня получилось, да, а что нет. Где мои, где мои сильные стороны, а где слабые стороны. Ум. Но есть ли такая история у вас? Вот, судя по тому, что вы пишете, такой истории у вас нет. Судя по тому, что вы пишете. Вот. Понимаете? Судя по тому, что вы описываете, вы своих сторон, как раз таки, вот, своих сильных и слабых сторон, вы не знаете. Вот. Ну, или, там, делаете вид, например, что не знаете, да, к примеру. Или как-то ещё. Вот как-то ещё, ну, как-то он что-то, вы, вот, себя ведёт. Так. Таким образом. Вот. И всё. И всё. То есть, вы свои сильные стороны, а, знаете, вы, вот, на что вы способны, определите, и, и... Далее просто формируете благотворное соотрудничество. И всё. Ну, соответствующими людьми, конечно. Так, если, к примеру, вы занимаетесь дизайном, да, я занимаюсь рекламой, примерно, допустим. И я помимо дизайна лезу к вам, да, я говорю, как вам там заниматься дизайном, что вы вправе не хотеть встанную работать, вам вправе, ну, вы вправе хотеть уйти от меня, хотеть, вы вправе хотеть быть свободной. Вот я вот ограничу. Вот. Но уходить нужно только после того, как вы наладили отношения с коллегами, с начальником. Потому что, если вы имеете какие-то проблемы на месте, рабочем месте, и имеете эти проблемы, но не решаете их, что где бы вы ни были, где бы вы ни были, проблемы будут у вас. Ну, они просто вот никуда не денутся, если проблемы, они будут у вас. Вот вы сейчас вроде бы начали свое дело делать, а оно не идет, не идет у вас. Потому что дело не может быть средством. Дело не может быть средством. чем-то само, ну, таким вот самоцельным, самобытным, поначалу. То есть, понятно, что дело является, как бы, ну, ваше дело является вашим направлением профессиональной деятельности, вот. Но использовать его, как средство для достижения чего-то, например, как средство, допустим, ну, допустим, компенсации, да, компенсации, там, к примеру, негативы от работы. Ну, не может, не может. Потому что это абсолютно самостоятельная сфера деятельности. Но сама эта деятельность по себе, с целью, быть не может. Вашей. Вот. Да, что там, где-то какая-то мотивация, то нельзя просто хотеть, 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 хотеть свое дело. Можно заниматься чем-то, именно чем-то. Вот. И поэтому у вас дело не получается. И мы работе, поэтому у вас тоже, вероятно, не получается. Вот. Потому что, я полагаю, у вас есть проблемы с оценкой. Ваших сильных, слабых сторон и профессиональным интересом, ну, профессиональным выбором. Так сказать. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, все помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго. Удачи и надеюсь, что вы свои статьи разрешите либо сами, либо с помощью психолога. С vendo. Всем пока! Валяйте с субтитры, contracting awarzhängk. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...